Ребята, здравствуйте! И рядом со мной стоит Chang'an Unity. И выглядит этот автомобиль так, будто к дизайнерам McLaren пришло их руководство, сказала, давайте на всякий случай нарисуем какой-нибудь недорогой, относительно компактный кроссовер. Они с этой задачей успешно справились, а потом начальство пришло и сказала, ну вообще-то мы пошутили. А дизайн-то уже есть, вот поэтому предложили Chang'an. Конечно же, это шутка, но за дизайн этому автомобилю я точно ставлю большой и жирный лайк. Цель заключается в том, что официально Unity на российский рынок пока не поставляется, но благодаря схемам параллельного импорта и компании Avilon эта машина в нашей стране уже есть, а мы имеем возможность ее снять и показать вам все ее интересные фишки, помимо дизайна. Поэтому не забывайте о том, что с вас лайки и подписки, с нас годный контент. Вы на канале Авторуми, я зовут Александр Мирошкин и мы начинаем. Для тех из вас, кто мог подумать, что это конкурент Geekool Ray или Cherry Tiggo 4 Pro, у меня не очень хорошие новости, потому что Unity вообще-то довольно крупный автомобиль. И на самом деле он является оппонентом таких моделей, как Volkswagen Tiguan или Toyota RAV4. Причем по размеру колесной базы этот Chang'an превосходит и немца, и японца. Под капотом в данном случае у нас стоит полуторалитровый турбированный мотор на 188 лошадиных сил и 300 ньютон-метров крутящего момента. А сочетается он с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. На китайском рынке есть еще и более мощный вариант с двухлитровым турбомотором и у него уже более 230 лошадиных сил, а сочетается он с 8-ступенчатым автоматом IC. И, пожалуй, единственный технический момент, который не очень нравится даже на бумаге, это отсутствие полного привода. Этот автомобиль приводится в движение исключительно передними колесами. И перед тем, как я открою багажник и покажу вам, что находится в отсеке, я просто не могу еще раз не отметить дизайн этого автомобиля. Вы оцените, какие здесь элегантные фонари с вот такими вот диодными секциями, какие здесь патрубки выхлопа, и, кстати говоря, не настоящие. За каждым из них есть труба, массивный диффузор, вставки под карбон, и даже фонарь в стиле болидов Формулы-1. Нет, ну за внешний вид этому автомобилю точно лайк. Ну а багажник... Вот он, собственно говоря. Если честно, своим объемом воображения он не будоражит. С другой стороны, с вашими ежедневными потребностями он точно справится. Плюс ко всему, здесь есть довольно функциональное подполье, куда можно побросать всякую мелочевку. Сейчас здесь лежит знак аварийной остановки. И под еще одним кожухом у нас располагается докатка. Отличная опция для российских дорог. Из удобств в багажнике у нас, правда, есть только отдельное лампоосвещение и розетка на 12 вольт. А вот, увы, крючков для сумок я здесь не заметил. И еще один момент, который я очень хотел бы отметить, это, как и в случае с Шанган Юникей, который официально продается на российском рынке, и обзор этого автомобиля мы уже снимали, ссылка на него будет в описании. И погрушенная высота здесь весьма серьезная. Да еще и вещи придется перекидывать через порог. Ну, а если у вас появилась потребность перевезти что-то, ну, очень габаритное, то можно сложить спинки сидений второго ряда, получить идеально ровную поверхность и закатывать туда чемоданы, холодильники, стиральные машины, лыжи, что обычно вывозите в автомобилях, без каких-либо проблем. И купе-образный форм-фактор этого автомобиля сказывается только на удобстве посадки на второй ряд, потому что дверной проем здесь не очень широкий и не очень высокий, а дверь открывается на достаточно небольшой угол. При этом места сзади достаточно, несмотря на то, что здесь есть панорамная крыша, пространство над головой все равно остается, колени в спинку переднего сидений не упираются, а ноги под него можно затолкать без каких-либо проблем. Однако ездить здесь втроем я бы все-таки не рекомендовал, потому что диван узковат, но вдвоем здесь точно будет очень комфортно. Из приятных мелочей у нас здесь есть вот такой огромный дефлектор вентиляции, отрегулировать температуру отдельно для зоны задних пассажиров, увы, нельзя, но это скорее норма для автомобилей этого класса. Плюс ко всему имеется у нас вот такой вот одинокий USB разъем стандартного формата, есть кармашки, стеклоподъемники с полностью автоматическим режимом, кстати, и откидной подлокотник с парой подстаканников. Единственное, к чему я хотел бы прицепиться на втором ряду Chang'an Unity, это высокая подоконная линия, из-за которой у вас остаются вот такие маленькие амбразурки, и дети, которые у вас, скорее всего, будут ездить сзади, будут испытывать определенный дискомфорт по этому поводу. Но в остальном все окей. И несмотря на то, что передняя часть интерьера Chang'an Unity выглядит не так эффектно, как в Uni-Key, мне такая компоновка нравится куда больше, потому что здесь нет буйства форм, нагромождения дисплеев, и на самом деле здесь всего два экрана, один вместо приборной панели и один экран развлекательного комплекса. Что же касается материалов отделки, то они здесь, ну, прямо скажем, не слишком премиальные, зато вся верхняя часть передней панели прошита чем-то, что очень напоминает эко-кожу, и просрочена настоящей ниткой. Ну, а вот здесь у нас находится отделка замши, и нитка здесь тоже настоящая, контрастная в цвет вставок на кузове и окантовки дефлекторов. Выглядит, конечно, может быть, не как в Rolls-Royce, но очень приятно. Ну, а главная радость для любого ретрограда, это, конечно же, аналоговые органы управления. Здесь, например, обычный кнопочный блок климат-контроля, правда, сами кнопки выглядят, если честно, немножко хлипенькими. Но я думаю, что вы не будете со всего размаху на них давить, поэтому случиться с ними ничего не должно. Посадка за рулем, ну, такая, с претензией на спортивность. Здесь очень плотная боковая поддержка у сидения, очень такой интересный профиль спинки, и, как всегда, в азиатских автомобилях не очень длинная подушка. И отрегулировать ее здесь не получится. Вообще у сидения всего две регулировки в продольном направлении, и угол наклон спинки. Ну, и по высоте, да, еще вот можно отрегулировать. Получается три. Зато баранка настраивается у нас как по углу наклона, так и по вылету. Поэтому найти здесь удобное положение можно без каких-либо проблем. И еще одно замечание касаемо руля. Он здесь куда более традиционной формы, чем в Unikey. И это точно будет намного удобнее при вождении. Ну, а теперь давайте поговорим еще об одном не самом будоражащем аспекте, особенно в контексте такого яркого автомобиля, как Unikey. Это практичность передней части интерьера. И все дело в том, что она вообще-то тоже впечатляет, потому что вот здесь у нас есть лоток сразу под два смартфона. В него встроена индукционная зарядка. И здесь есть вот еще одинокий USB-порт, если почему-то вы не хотите заряжаться беспроводным методом. На центральном тоннеле у нас пара подстаканников, большой охлаждаемый бокс есть под подлокотником. Ну, и, конечно же, внизу центрального тоннеля находится у нас огромная емкость, куда можно побросать всю мелочевку, которая обычно скапливается у вас в карманах. И обратите внимание, здесь же у нас находится кнопка вызова экстренных служб, Aero Glonass. Очень интересное расположение, я такого пока не встречал. Ну, а теперь давайте, наверное, обсудим самые яркие и необычные фишки этого автомобиля. И первый из них это, конечно же, селфи-камера. Да, я ничего не перепутал. Объектив располагается вот здесь, а активируется этот фотоаппарат клавишей, которая расположена рядом с селектором трансмиссии. Нажимаем на нее, и, пожалуйста, пошел отсчет времени, улыбаемся и машем. Звук щелкания затвора, конечно, феноменальный. Все фотографии сохраняются в галерее на жестком диске мультимедийной системы. Можно их посмотреть, и в дальней дороге, кажется, это отличный способ развлечь себя. Плюс ко всему, в этот автомобиль встроен видеорегистратор. Включается он тоже через меню мультимедийной системы и записывает изображение с внешних камер, которые еще и обеспечивают систему кругового обзора. Для любителей интересного контента на YouTube опция, согласитесь, полезна. Конечно же, здесь еще есть система слежения за состоянием водителя. Работает она при помощи вот этой вот штуки. Ну, а оповещает вас о том, что вы устали и пора бы отдохнуть с помощью вот этого блока, в который встроена диодная подсветка. И эта же штука, кстати, оповестит вас о том, что вы едете не слишком осторожно, и скоро может случиться авария. И выглядит это решение довольно неплохо, особенно в контексте того, что проекционного дисплея у Chang'an Unity, к сожалению, нет. В это трудно поверить, но на этом интересные фишки Chang'an Unity не заканчиваются. Ведь этот кроссовер считается первым серийным автомобилем из Китая, оснащенным автопилотом третьего уровня автономности. Система работает при помощи пяти коротковолновых и двенадцати ультразвуковых датчиков, а также шести камер. На скорости до 40 км в час автомобиль может ехать самостоятельно, а водитель получает возможность заниматься своими делами. Читать книги, смотреть новости в телефоне, досматривать последнюю серию любимого сериала или чего еще вы хотите делать в автомобиле. О том, что машина находится в автономном режиме, окружающих должны предупреждать два световых элемента, встроенные в радиаторную решетку. Если же придется ехать быстрее, то система предупредит водителя о том, что ему пора бы включиться в процесс и как минимум тщательно наблюдать за происходящим. Система, конечно, крутая, но пока не слишком законная, ведь юридической базы для автономных машин в мире пока не существует. Ну и на сладко давайте, конечно же, поговорим о ценах. Прямо сейчас такой автомобиль можно купить в Вавилоне за 2 миллиона 900 тысяч рублей. И я знаю, что многие из вас ждали этого момента, чтобы сбегать в комментарии и написать «Как только увидел цену, решил дальше не смотреть» и прочее, 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 прочее. Но давайте посмотрим правде в глаза. Это новая машина. А какую новую машину в России в 2023 году вы можете купить за 3 миллиона рублей? Ну, например, это может быть Kia Sportage или старый новый Mitsubishi Outlander. А теперь еще раз посмотрите на перечисленные модели и на Chang'an Unity. И скажите мне, какая из этих моделей, по крайней мере, внешне нравится вам больше. Ну, а мы рассказали об этом гроссовере все, что нужно знать о нем прямо сейчас. Не забывайте о том, что с вас лайки и подписки, с нас годный контент. Вы были на канале Автору. Берегите себя. Скоро увидимся. Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова